Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Я опять вернулся в свою землянку Сегодня со мной моя жена Наконец-то вот она побывает здесь Очень давно хотела сюда попасть И вот впервые я ее взял с собой Потому что раньше сюда было, ну, чуть-чуть проблематичнее добираться Но сейчас пока морозы Все болото, которое есть по пути, оно замерзло И можно как бы на машине приезжать Я уже на машине сюда сколько? Три или четыре раза приезжал В общем, идем, землянку покажу Посмотрюсь, где ты пропадал последние месяца Оля еще, короче, не видела землянку Мы к ней не подходили Видите, следов нету, только какие-то следы животных В принципе, свежих следов людей нету Поэтому надеюсь, что там все в целости и сохранности Многие после прошлого видео подумали Что там телевизор, генератор Все это я здесь оставил И как бы переживали, что это все кто-то может украсть Я больше переживал не за то, что это кто-то может украсть Потому что, ну, я как бы знаю, что я здесь ничего не оставлял Я больше переживаю о том, что вот кто-то реально так подумал И случайно, если найдет землянку Может тут, короче, делов каких-то наделать Капец, я вообще не видела Да До последнего подпелили, я только заметила Давайте тут в снегу Расковыряем ручку Примерзла чуть-чуть, дедка Ой Тяжелая, зараза Бум Ну что, спускайся Ух ты, тамбур? Да Я надеюсь, туда никакие волки не забежали Так что можешь смело заходить Оценить Ну, в принципе Класс Я вижу, что здесь никого не было Слушай, она такая высокая, реально больше, чем хата Молодец Ну, собственно, здесь мы сегодня будем ночевать Мне нравится Ну ты вообще красавчик настроился Не такая просторная, как на видео оказалась Или это за счет этой штуки? Это за счет этой штуки Она визуально ворует пространство Но по факту она пространство не ворует Вот смотри, вот здесь столик Надо сделать только стулья Можно тут сидеть Тут спать Тут греться В принципе, ну, вот Она рассчитана на двоих людей На двоих, мне кажется, здесь Более чем предостаточно места Надо только сейчас будет разгребсти окна Потому что вот Заснеженные немножко они свет воруют Все, будем тут жить Ну, долго жить мы тут не будем Но сегодня, как минимум, одну ночку, ребята Мы точно переночуем Ну тут, кстати, не так холодно Сразу чувствуется теплее Хотя даже никто не топил Вроде ветра на улице нет Здесь, кстати, скорее всего в районе 0 На улице сегодня где-то минус 8 А в землянке всегда вот Где-то в районе 0 Даже такой небольшой плюс Там полградуса каких-то Так, ну что Мое хозяйство никто не разгромил Потому что я переживал Что, не дай бог Кто-то знает, где моя землянка находится Именно Не, не закрывай пока В общем, что Идем, ребята, переносить наши вещи Сегодня у нас в планах Кое-какие работы провести Наконец-то испытаем нашу баньку сегодня С Олей в прошлый раз, кстати, в бане не парились Потому что все что-то заморозились В баню идти Я думаю, что я сам как дурак в баню пойду Ну, короче, решил не идти В общем, сегодня в планах Кое-какие мелкие работы доделать Заготовить немножко дров Много заготавливать не буду Потому что где-то Потянул связки на плече Болит рука уже Около недели Короче, сколько смогу Короче, столько заготовлю А сейчас просто переносим вещи в землянку Друзья, искусственный интеллект Уже может заменить писателей книг Книга, написанная искусственным интеллектом Продана на аукционе в США За полмиллиона долларов Поэтому инвестировать в искусственный интеллект Очень классно и выгодно Финансовая площадка Avalon Как раз этим занимается Они инвестируют в современные технологии И стартапы Зарабатывая на этом огромный кэш Уже более пяти лет Четыреста тысяч инвесторов Компании Avalon Получают 1,3% К вложенной сумме Каждый день Они гарантируют тебе доход А тебе лишь остается выбрать Куда потратить честно заработанные деньги Я, например, являюсь инвестором компании Avalon Уже, наверное, почти полгода И за это время сумел сколотить Там неплохую такую сумму За вырученные деньги Я купил себе новенький макбук Для того, чтобы удобнее было монтировать новые видео Ну и остаток денег реинвестировал Чтобы, так сказать, сумма депозита у меня больше была Чтобы я еще больше зарабатывал В общем, ребят, ссылочку на компанию Avalon Я оставлю в описании Регистрируйтесь Это займет всего лишь 2 минуты И вы тоже можете быть инвестором, как я И получать регулярный пассивный доход Пришел вот так прочистить окна Чтобы больше света внутри было И смотрите Вот какие-то следы есть Вот, смотрите, вообще кто-то у меня Дымоход пытался мне отрыть Достаточно свежие следы Потому что, вот видите На снегу это все дело лежит И вот Я не могу понять То ли это птицы То ли животные какие-то Это похоже на птица Вот это похоже на птица Да, то есть тут и птицы, и животные как будто были Все-таки гости какие-то были Но внутрь землянки они не попали Я вот думаю Может как-то в будущем здесь фотоловушечку какую-то установить Посмотреть Кто тут вообще ходит И что происходит Пока мы сюда подъезжали, ребята То видели такие там То ли заячьи, то ли какие тропы Я думаю, в принципе Интересно будет посмотреть Какие тут животные водятся Потому что поначалу Кстати, первый раз, когда мы сюда приехали Мы ночью в кустах слышали животных То сейчас мы тут уже Все своими запахами Короче Пометили территорию Животные сюда не приходят Потому что мы тут И шумим, короче Короче, блин, все Животные уже разбежались И только какие-то мелкие остались Потому что поначалу Мы когда первый раз с Колей сюда приехали Мы сидели возле дома В возле входа шашлык жарили И слышали, как вот тут Где-то вот тут Какая-то туша здоровая пробегала По звуку Вполне возможно, что они тут есть И они тут, скорее всего, даже не пуганные Просто что вот сюда уже меньше суются Потому что мы тут Пометили свою территорию Так, еще надо вот эти два окна прочистить немножко Нельзя сказать, что небо видно, ребята Но уже значительно светлее стало И я думаю, чтобы моя малышка не замерзла Надо сейчас первым делом растопить печку В общем, сейчас подрубим немножко дровишек И распалим Землянке с прошлого раза осталось Немножко дров Я думаю, они немножко более сухие Нежели те, что у нас там еще остались Сейчас, короче, попробуем их На тоненькие щепочки потолоть И сразу растапливаем печечку Чтобы она целый день прогревала нашу землянку Чтобы нам тут к вечеру уже нормальная, хорошая температура была Растопилась Тяга уже сумасшедшая В общем, вот эти щели Сейчас мы займемся вот этими щелями Я в одном из прошлых видео спрашивал Чем заделать их Чем-то заделывать Или просто закрасить морилкой Многие писали, просто закрась Но мне понравилась одна очень крутая идея Я забыл, как эта веревка называется Вот, купил такую веревку И сейчас я ее буду закладывать Здесь, в общем, две бухты, я так понимаю По 50 метров Потому что заказывал 100 И мне кажется, что меня с толщиной немножко надурили Потому что я заказывал диаметр 14 У меня, кстати, смотрите, ребят Сегодня есть рулетка О! Ты такой веришь, 14 Да, и правда, 14 Надо было толще заказывать Просто она... Итак, эта веревка Ну, не дешевая Просто... Как бы она и не дорогая Но просто для такого дела, знаете Там потратить кучу денег То есть 100 метров купить ее Это все-таки деньги Я как-то жаба задушила Еще толще диаметра покупать Ну, ничего Я сейчас думаю, как-то красиво Это все дело заделаем Как раз наша земляночка Сейчас самую Такую мащечку Эту прогреется И будем, короче, уже что-то делать На улице А чем фиксировать? Ты будешь фиксировать? Гвоздиками Смотри, сейчас покажу Так, где-то, где-то, где-то я гвоздики покупал А вот Вот такими гвоздичками Буду фиксировать Так как молоточка нету У меня вот На топоре есть Такой молоточек Буду, короче, вот так вот Колхозить, забивать Еще, ребята, смотрите У меня сегодня какая обновка есть Ходил на стрим компании Днепроэм И они мне подарили вот такую вот пилу Сабельная пила Я еще, ребята, ее не испытывал Купил пилочки такие Сейчас мы вставим пилочку И попробуем что-то отрезать У меня как бы есть Ножовочка маленькая Но все-таки вот этой штукой, ребят Как ни крути, будет поудобнее Есть и бензопила Но бензопилу пока заведешь Пока ее прогреешь Туда-сюда Короче, смотрел обзор на Ютубе Не так, как, знаете, в электролобзиках Там что-то надо отверткой крутить Вот просто вот так, хопа Оттопырил Оттопырил, держишь Вставляешь пилочку И все, она держится Ой, не той стороной вставил Блин Рискомпозировал в камеру, короче Что-то, думаю, вроде той стороной вставляю Ты уверен? Да, ну вот ты режешь, типа, вот так Давай, типа, попробуем что-то порезать Поснимай-ка на меня Сразу же, смотрите, удобная такая штука Там левша-правша, типа, нажимаешь Такой вот этот Защита от дураков Или как она называется Очень удобная штука Ножовкой хоть, конечно, я быстро пиляю Тем более у меня хорошая ножовочка Но, как ни крути, ребята, будет Все куда-куда удобнее В общем, еще раз большое спасибо компании Днепро М Ссылочку на обзор этой пилы Я оставлю, ребят, в описании А мы сейчас берем вот эту веревку Разбухтовываем ее Давай, ты разбухтовый Тут, кстати, диаметр вроде написан 14 А, 14, все-таки, да, 14 Ну, я рулеткой мерил тоже 14 Чтоб, честно, не взял сегодня рулетку Где эта рулетка? Все, потерялась рулетка А не, вот она, вот она Я бы даже не смог померить Рулетку я купил новую только потому, что мне в каждом видео пишут Типа, рулетку, возьми рулетку Каждый раз что-то забываю Сегодня еще вроде... Ничего Забыл-забыл Что я забыл? Я еще не обнаружил, что я забыл Но я уверен, что я что-то забыл Так, ребята, смотрите Если вот здесь прислонить То будет реально прикольно выглядеть Здесь тоже еще Но здесь, где пена, допустим И вот где реально большие щели были Тупо колхоз какой-то получится Все-таки, наверное, придется Закрасить сперва А потом уже Бить вот этот шнур Сколько работает? Та-да Ну, что ты хотела? Ну, блин, я на глаз думал, что 14 мм Это немножко толще, видите? Ну, понятно, тут можно пену А то сейчас будет убрать Конечно же, тут по 3 сантиметра все идет По 3, где-то местами и по 5 Не, конечно, в большей части землянки Это будет прикольно смотреться Но все-таки вот это белое Надо закрасить Оно туда, знаешь, после морилки сольется А может в два слоя или так некрасиво? В два слоя может уже не хватить веревки Да В два слоя, кстати, было бы нормально Давай, Кану померяем Да, вообще шикарно Да, шикарно Ну, короче, ладно Давай сейчас Тогда я в один слой везде пройдусь А где будут проблемные места Там в два слоя пустим Когда не знаешь, с чего начать Так как говорил один человек Надо задуматься, стоит ли вообще начинать Короче, я не знаю, откуда начать Поэтому давайте начнем с самого видного места Даже со средины где-то Ну, тут 100% надо 2 будет забивать Короче, сейчас где-то такое самое простое место выберем Для начала, чтобы зафиксировать чисто И прихватим гвоздичком Да, молоточек, конечно, был бы поудобней Тогда он толстый То сейчас без пальцев останусь Ну все, начало положено Да, если я буду так каждый гвоздик забивать То это будет очень долгая история С каким интервалом? Ну, я не знаю Будем смотреть, чтобы, знаешь, оно не вываливалось То есть, я думаю, каждых 20 сантиметров придется бить гвоздик В натяжку Ты что, мы тут целый день будем ревочку прибивать? Ну, что, сейчас все быстро пойдет Сейчас вот это первый гвоздик был долго Сейчас следующие пойдут побыстрее Технология поменялась Сразу же гвоздики, я понял Они либо в пене не держатся Либо же просто в дерево их неудобно забивать Поэтому, вот, смотрите, шапочка самореза торчит Но, я думаю, можно как-то красиво вот так будет потом сделать Ее не видно будет В общем, сейчас аккуратненько вот так Я не знаю, там, сантиметров 30-40 друг от друга саморезиками Это все дело закрепим По всему периметру пройдемся А потом, что останется, где-то пройдемся в два слоя Чтобы время не терять, попробую прикрутить защелку Правда, первый раз в жизни держу эту штуку в руках Ну, хоть там не сильно круто Давай, давай, у тебя получится Во, все, видишь, просто Теперь, да, стрижу, чтобы она горизонтально была Так, дай мне еще чуть-чуть Держи, саморезики Слушай, это очень увлекательно Сейчас дашь мне еще какую-то работенку Прижимай, прижимай, прижимай Молодец Я не перестаралась Не-не-не, нормально все Ты тут не перестараешься никак Потому что... Не, чтобы эту железаку не повредить Нет, ты ее не повредишь И саморез дальше, чем надо, не зайдет Потому что, видишь, фиксирует ее это Ай, молодец моя Класс, а не криво? Сейчас научишься саморезы крутить и... Слушай, будешь меня тут брать? Дома будешь сама все закручивать Ничего страшного Закручивай, закручивай Прижимай, прижимай, прижимай Сильней, сильней Оба... Все, молодчинка Еще два снизу Называется, пока Сережа там делает Он мне тут инструктаж Снаружи ставить защелку, ребята, не будем Потому что, когда будем тут ночевать Кто-то может пранкануть нас И закрыть Нормально, нормально Крути Только больше прижимай Видишь, что оно вот это шерудит так Потому что оно прокручивается здесь Я поняла, да И ты портишь вот эту головку Извиняю Бита называется Сильней прижимай Вот, видишь, с плеча старайся упор Давай чуть-чуть Я поняла Давай, давай Все, молодец Все, теперь мы можем внутри закрываться Хоп Все Вот так нам не зайдет Все, пока закрытые будем Так, все, припахал Олю Она теперь будет заниматься веревкой А я, наконец-то, ребята Застелю вот сюда жестянку Чтобы жар какой будет выпадать Допустим, когда дверь открыта В печке Чтобы он не устроил нам пожар Чтобы моя земляночка не сгорела Как и предыдущая Для этого дела я купил специально вот такие вот ножницы Я надеюсь, что они потянут, короче Вот эту толщину Давайте проверим В принципе, нормально режут Сейчас, короче, застеляем Красивенько вырезаем И фиксируем уже намертво Ну, в связи с тем, что есть рулетка, ребята Грех уже ею не пользоваться Нам надо 90 на 100 Вот как раз у нас ширина 100 сантиметров Давайте сейчас длину отмерим Или давайте 100 на 100 сделаем Вот как раз оно, в принципе, 100 на 100 согнуто Главное отрезать и не отрезать себе руку Так, подкинем пару бревнышек Уже думаю, можно не рубить, а прям толстые бросать Уже смотрите, сколько угля Все, вот так закрываем И смотрите Вот у нас пожарная безопасность Короче, мала тут шесть Ковыряла, ковыряла Покажи, чем ты забивала Нашла у меня разводло Короче, начала разводлом гвоздики забивать Ну, реально бодыль получается В общем, мала Короче, делаем отмену Смотри, сейчас это все дело надо снять Потом, не, снимаем Потом, когда завтра будем уходить Я перед уходом морилочкой пройдусь А потом в следующий раз приду с молоточком И нормально это все кратенько поприбиваю В общем, сейчас аккуратно поснимай Где саморезы повыкручу, где гвоздики Ну, там, я думаю, оно и так снимется Да, и мы, короче, займемся чем-то другим Потому что это очень долгая история Мартышкин труд, реально Гвозди забивать вот этой штукой Либо топором Ну, этой штукой, наверное, удобнее, чем топором, да? Не знаю, топором не пробовала Но она тоже соскальзывает все время Короче, все, ребята Тут уже порядок Уже давно пора было это сделать Ну, только сейчас сделал Сзади, в принципе, решил Ну, можно ничего не ставить Но, в принципе, лист железа еще остался Может, аккуратненько вырежу И такую вставочку туда поставлю Чтоб она глаза не мозолила Давайте, наверное, кстати, да Сейчас я с этими займусь Решил, ребята, не разрезать эту штуку Просто сложил ее пополам И сейчас вставим В принципе, смотрите На такую высоту оно будет А здесь уже расстояние к дровам большое Я думаю, что, ну, при очень даже большом желании Пожара не будет Так, вот так вот, ребята, торчит Но, я думаю, оно уже сильно глаза не мозолит Так как раньше, кто помнит Когда здесь фольга такая строительная была Которую мы использовали Когда коптильню делали с дымохода Кстати, вот это когда коптильню делали Возможно, там какие-то запахи остались И животные что-то туда пытались, короче Там птички Какие-то, может, лисички, белочки Что-то пытались там, короче, найти Так, Мала уже учится выкручивать саморезы Закручивать Да, научилась, уже выкручиваем В общем, оставим этот мартышкин труд на следующий раз Сейчас будем заниматься Наверное, так вот, откроемся Тем, что будем зашивать Лестницу с поднизу Многие писали, что обязательно надо зашить Потому что будет выходить все тепло Ой, на улице прохладненько, я вам скажу Так, мы когда с Олей сюда ехали Я ей обещал, что будет у нас Пенная вечеринка В общем, Мала, вот тебе Баллон пены, пистолет Нажимаешь, короче, на кнопочку И смотри, тебе нужно все вот эти щели наполнить пеной Только по чуть-чуть нажимай, по чуть-чуть нажимай Да Оля работает с пенным пистолетом Не, смотри, вот-вот-вот дырки Вот эти щели в стенке Да Да, вот так, вот так, вот так Оп Да, смотри, вон сверху вот такие щели Только вот эти щели, я думала тут Не, не, не Ты же объясняй Не успел объяснить Оно нормально держится? Ну, не знаю, сейчас проверим Она чуть-чуть будет расширяться, потом ты это помни Так что слишком много тоже не бери Ну, старайся все вот эти щели запенять вот О, стрикает четко Смотри, баллон такой вверх вот так, подними, держи, да Все Хочешь меня с этим строительным сделать? Да, все, все, полностью Ты должна вот максимально герметизировать землянку Ну, все, можешь меня оставить на 5 минут, придешь Все, я тем временем пойду, ребята, посмотрю, что можно будет на дрова потом пустить Мы тут спилили сухое дерево, были еще на Новый год Или перед Новым годом, когда СУЗ первый раз здесь был В общем, вот это дерево Видите, оно, в принципе, и внутри пустое было И так видно, что оно сухое В общем, они, короче, дурели, пилили это дерево Я уже даже не снимал, чтобы они подумали, что мы какие-то браконьеры Ну и, короче, решил, наверное, сейчас вот это дерево мы пустим на дрова Разрубим его, в принципе, хорошо Что далеко к землянке нести не надо И я не уверен, что получится Поэтому боюсь об этом говорить Возможно, с этого бревна еще попробуем сделать два стульчика в землянку Идемте, посмотрим, что там Оля напенила Что там получается у тебя? Да Старайся баллон вверх держать, поднятый А вечеринка? Подачи Так вот, вечеринка пенная Ну, надо как-то приспособиться, значит Все, есть Так, щелей нету, да? Ну, сразу сюда Давай зайдем внутри, посмотрим, что там получилось Ну, ничего Попробуй, смотри, еще минимально эти щели позапенивать А потом, когда она все засохнет, мы лишнее просто уберем Хотя мне подписчики писали, что пену нельзя обламывать Ну, ничего страшного, мы обломаем Старайся так делать, чтобы пистолет сильно не завофлить Шо? А что это такое? Счель? Сейчас давай запеним Да ладно, давай я тебя сменю Ну тут очень большая вещань is Для тебя уже, малышка, пенная вечеринка закончилась Все, заменю тебя немножко Сегодня вместо Артема повара У меня будет моя жена И она будет готовить на улице И чтобы готовить на улице Было бы хорошо сделать ей столик Тем более, что у меня уже такой козлик есть Осталось для него только сделать столешницу И сейчас будем мерить Какие же размеры столешницы нам нужны Ну, в принципе, думаю Где-то метр двадцать хватит Сейчас вот с остатка вот этих бревнышек Что у меня остались Наторцуем и скрутим такой щит Ну что, испытываем нашу сабельную пилу Все, ребята, одна готова Надо еще таких штук пять Так, ну что, столешница собрана Теперь просто как лобзиком Отрезаем Есть И с другой стороны точно так же Все Сегодня у нас Что будет? Кулинарное шоу Кулинарное шоу С Ольгой Трейсер Так, что мы взяли с собой? Показывай Я решила приготовить хашламу Блюдо такое Какое-то кавказское кухне Или армянское В общем, она не знает Она только вчера в интернете его посмотрела Нет, я ела это блюдо Оно вкусное для... Ну как готовится Ты же вчера только в интернете посмотрела Да Короче, это мясо с овощами, по сути Которое тушится в пиве То есть вот для чего мы пиво взяли Вот для чего мы пиво взяли Я понял Так же сюда Так же все будет классно Что, я буду сейчас резать Ну давай, приступай Мясо, да Ничего, что я перьяду Ничего Холодно просто Ты в принципе это можешь на столе в землянке заготовить все Не, мне тут удобно Тебе тут удобно Ну все Так, рыжем такими себе брусочками И что, надо будет еще овощи взять получается Да, мясо будет тушиться в овощах где-то долго Где-то полтора-два часа На костре пропитается дымком И потом закинем картошку Ну такое... А мясо тоже в конце, да? Не, мой мясо вначале Я же говорю с овощами А, с овощами Мясо с овощами тушится А потом картошка Полу первое, полу второе Я понял Жидкое, горячее В общем, должно быть Ну в общем, сейчас сколько? Почти два часа дня До вечера, короче До ужина До ужина успеем Все, ребята Разжег Оле костер Поставили казан Сейчас пускай прокипит немножко Оля тут еще заготовки свои не закончила А я тем временем отправляюсь в землянку И сейчас буду зашивать лестницу с поднизу Чтоб меньше тепло выходило Кто еще не понял Вот это пространство зашить Многие писали Так как у меня остатки вот этой штуки остались Именно ею там и зашить Вот отсюда И закрутить это все дело досками И чтобы закрутить это все дело досками Надо, наверное, сперва вот здесь навести красоту У меня есть такая пилочка У меня есть такая пилочка Но удобнее всего будет Я думаю, в данной ситуации Сделать это все вот такой пилочкой Потому что, видите Здесь ход пилы, короче Не позволит нормально это все дело прорезать А вот бензопилой в этом месте будет самоудобно Ну все, ребята, зашил Так как, видите, ступени Они не идеально ровные где-то Даже там такие слегка горбатые Видите, доски получилось как-то Не очень ровно, красиво зашить И сейчас оно прям кидается в глаза, режет Но потом, я думаю, можно будет убрать ступени Это все закрасить И оно как-то сравняется Так, идемте, посмотрим, что там на моле готовят Что там еще? Долго осталось? Ты уже голодный? Да, снимай крышку, посмотрим Горячо, да? Давайте какую-то треногу, может, сделаем Чтобы снимать так было удобно Я сейчас себе подзиску, но не надо Давай, смотри Можно вот так сделать Опа, стой Все, теперь такой съемник для крышки кастрюли С этой стороны не снимется Не снимется, да? С вот этой надо Ну давай, ну вот эту Вот так, да? Да Что-то видно? Сейчас, подожди Снимай крышку сюда Блин Такой дым, короче, идет, что нифига не видно Сколько у нас еще времени есть? Где-то с полчаса, я думаю Полчаса? Ты же говорила, полтора-два будет готовиться Да, у нас или там такое огнище было, что оно уже все стужилось Да? Ну ладно Каташка одна осталась Хорошо, ты тогда занимайся А я пойду заниматься дровами Потому что надо заготовить дров Потому что старые запасы уже заканчиваются Вот есть такое сухое дерево Надеюсь, что оно сухое Потому что оно лежит И как минимум с лета или осени оно тут лежало Короче, при мне оно не падало Я думаю, что оно сухое И сейчас его распилим на дрова И я думаю, возьмем таких пару пенечков И с них я хотел выпилить такие, знаете, кресла Чтобы можно было сесть спиной спереться Но, наверное, я сделаю просто табуретки Вот, кстати, смотрите Сел и вроде как раз удобно Надо померить, какая высота Сразу Вот уже есть рулетка Уже могу все мерить И по вот этой высоте 60 сантиметров Блин, высоковатая, мне кажется, табуретка будет Ну ладно Делаем 60, потом, если что, укоротим В общем, сейчас надо его распилить Ну, видите, оно в воздухе висит Сейчас, короче, если так буду пилить Может закусить пилу Наверное, попробую споднизу резать Я тут, кстати, не знаю, можно ли пилой споднизу резать Ну, заодно проверим Пилой споднизу резать Ну, что могу сказать, ребята Снизу вверх было неудобно Но у меня получилось Так, ребята, я хотел по-своему сделать табуретку Но мне Оля подсказала Надо делать вот так вот Короче, сделал два пропила Сейчас давайте серединку выберем И потом еще вот так сделаем тоже два пропила В общем, весь процесс не снимаю Потому что камера уже садится Что-то сегодня Вроде и камера полностью заряжена была Но как-то быстро села Давай, неси топор Хорошо, когда есть подаван Можно всегда кого-то припахать Ух ты мой, молодец Так, ну все, теперь осталось вот так распилить И по идее, как будут такие ножки Ну, что, ребята Получилось как-то так Вот какая-то такая табуреточка Можно, в принципе, ножки выше зарезать Но я боюсь, что если я сюда где-то вот под край возьму То так как бревно сухое Оно может просто расколоться И больше всего обидно будет Если оно расколется Когда здесь кто-то будет своей пятой точкой сидеть И можно больно будет упасть В общем, сейчас по длине вот этого бревна Торцуем следующее полено И делаем примерно такую же табуретку Точно-в-точно она не получится Тут как бы каждое уникальное авторское произведение Дал минутку отдохнуть пиле И вот смотрите Сразу такие заготовки на дрова получаются Только это, наверное, надо не этим топориком рубить А то этим надо щепки колоть А у нас специально для этого дела колун есть Короче, ладно Все, сейчас отдохнет чуть-чуть мотор Еще вот так пропиливаем И Олечка говорит, что там уже сейчас будет готово, да? В принципе, будем уже сидеть на новых табуретках кушать Получилась такая себе табуретка Почти вровень со столом В принципе, если вот так сесть То вроде нормально Но, может быть, самую малость нужно укоротить Давайте позовем эксперта И спросим у нее Оля! Иди сюда! Кстати, пока ждем Олю, ребята Смотрите, позапенивал тут все щели Еще остался целый баллон пены Я думаю, может вообще в целом все тут задуть Иди сюда! Смотри! Табуретки готовы, но они как-то по соотношению к столу кажутся очень высокими Попробуй сесть на них Да, может спилить чуть-чуть Может стол поднять, типа Мне кажется, удобно на такой табуретке сидеть Ну, ниже просто будет, может, самую малость неудобно Сейчас забудь про стол, просто сиди Не, прикольно сидеть, удобно Может, стол поднять надо просто, да? Ну, не знаю, как туда, но самую малость поднять, наверное, да? Самую малость ничего не сыграет роль Надо уже так, наверное, поднимать Ну, да, да, я имею в виду Ну, что ты, или стулья укоротить? А есть еще? Да, я могу срезать Можно так сделать Думаешь? Ну, типа, сидеть на них хуже не станет, мне кажется Да? Ну, да В принципе, тут даже тоже достаточно низко В принципе, удобно сидеть Просто сделать чуть выше, чем кровать, короче Да, вот где-то так, сантиметров на 10-15 Я понял, что у тебя заканчивается уже все готовка? Все готово, мою тарелку Все, смотрите, кстати, ребята, земляночка прогрелась Уже, смотрите, даже небо видно Поначалу еще не видно было И конденсат весь Смотрите, вот сюда капает Так, ну, надо было, наверное, это делать, ребята, на улице Смотрите, сколько опилков Ну, ничего, сейчас они все уйдут в печку Так, сейчас вот это все, ребята, поубираем Уже готово, да, Манюнь? Да, что, внести? Да, сейчас, наверное, покушаем А потом уже поубираем Я уже, в принципе, вроде ничего тут пилить не собираюсь Сейчас я подумаю Короче, да, ты неси пока Я подумаю, что еще надо сделать Чтобы я знал, можно уже убирать Или нельзя Потому что будет обидно Если сейчас уберем И опять намусорим Такой звук, как будто кто-то пороха накидал Все, прогорела тырса Опилки вот эти И горят теперь дрова Ух, печка Ааа, горячая? Хотел сказать, теплая Она реально горячая Она долго даже не прислонишь руку Все, пришла Оля Табуретки уже короче Удобнее сидеть? Да, вообще классно Все равно как будто высоковатые Да? А тут чуть-чуть выше на парус Мне казалось, что они плюс-минус одинаковые О! Не, классно Все, в принципе, удобно Осталось только прогреть задницей табуретку Чтобы она теплая была Потому что только с улицы Считайте бревно Наверное, горячо Давайте посмотрим Ух Так, что это, как называется, еще раз? Хаш лама Хаш лама Хаш лама Пахнет вкусно Мне всегда нравилась вот какая-то кавказская кухня Ага Они очень вкусно, короче Вкусная традиция у них Так, что мы Будем с казана есть Так, она же еще горячая Ты уже хочешь И что? Я пробую хочу уже снять обязательно Будем с тарелок есть или с этих? Нома тарелок Есть пластиковые у нас с тарелки Сейчас там Тут прям? Ааа О боже, обожжешься У нас в землянке тут все есть Ааа Ммм Ммм Маленькая? Верхнюю только забрать надо А то там что-то, короче, с прошлого раза осталось Так, надо уже раздеваться Тепло? Тут уже так прогреться Да, тут тепло Если пищу Самую главную Вот тут первую Дверь закрыть Было пищу теплее, наверное Ааа Еле прожевал горячая Надо, короче, подождать Реально посостынет Тарелочка, наверное, быстрее Останет В общем, вот это я понимаю Человек наварил Можно покушать Наестся нормально Я думаю, зачем так надо Не то, что Артем В прошлой серии Если кто-то смотрел Приехал помогать мне Ну, как бы сюда все ездят Помогать мне Ну, потом может потусить Там, если остаемся здесь ночевкой Короче, пропал где-то на весь день Ничего не помог Приносит Там что-то по 2-3 чипсинки Каждому Ну, зато мясные чипсы Типа Я, короче, вот это понимаю Что хоть человек приготовил Можно наесться И причем вкусно Ну, как? Выглядит очень аппетитно Овощи все А пахнет Так, сейчас, наверное, ребята Покушаем И будем приводить землянку в порядок Надо будет прибраться тут Поскладывать вещи Все лишнее занесем, наверное, в машину И будем подготавливать уже землянку Ко сну Приятного аппетита Спасибо тебе Ну, и вам, ребята Кто кушает Приятного всем аппетита Пообедали Или уже даже, можно сказать, поужинали Хотя ужинать еще рано А обедать уже поздно В общем, Оля сидит в землянке Греется А я пойду дровишки заготавливать Блин, ребята С дровами какая-то катастрофа Говорят, советский Хороший, надежный топор Не то, что твой фискарь Которым тебе жалко даже что-то отрубить Смотрите Только начал рубить дрова И смотрите, что произошло Здесь пошла трещина Ручка вылетает Я так понимаю Дров я сегодня не нарублю Но у нас там еще есть Запасы дров Наверное, в следующий раз Надо будет привезти новый Нормальный топор Ну, именно большой топор Чтобы вот Можно было рубить Можно и фискарем, конечно Это все перерубить Но фискарем, наверное Как бы Будет долго Потому что он сам по себе Легкий, маленький Короче, ладно Не замерзнем Дров нам сегодня хватит Смотрите, как дым идет Олечка там что-то топит Малышка Топор сломался Вот так У нас, в принципе, есть Вот еще такой Ну, как бы он маленький Легкий Особо и много не порубишь Но ничего А там карлаты убирать уже начало Короче, что Тогда наносим дров Там здравница Там еще есть Кстати, смотрите Вот так пеной задул Конечно, оно вообще некрасиво Но зато надежно Потому что Тут подстежку Или подстилку Или как это правильно назвать В общем Короче, красиво не получилось У меня туда поместить Я думал, пеной будет красивее Ну, нифига, но некрасиво Ну, короче, ладно Пускай застывает Я думаю Хоть какая-то герметичность будет И меньше будет пропускать Кстати, много еще писали В прошлом видео По поводу вот этой штуки Что я, типа Не той стороной ее прислонил Нужно было Фольгой наружу Типа, чтобы оно отражало тепло Ну, смотрите, ребят Если бы фольгой сюда Его повесил бы То куда подражалось Тепло Получается правильно С улицы Обратно на улицу А так оно идет фольгой сюда И получается Через вот эти щели Если там тепло какое-то попадает Оно отражается обратно Ну, может быть, конечно Тех, кто писали По поводу этого Они имели в виду Что надо было Поверх сюда Стелить его Ну, тогда, ребята В натуре Была пускай уже цыганщина Согласись, малышка Да, я, кстати, думала об этом Что тут фольга Фольга вот сюда Но, ну, реально, смотрите Все в таком стиле Деревянном Все такое красивое Все такое, ну, типа А-ля натуральное Если не смотреть на вот эту пену А тут такой Бац, короче Вот эта цыганщина Будет сюда наружу смотреть Ну, короче Поэтому вышло, ребята Так, как вышло Как видите, этот угол я запенил Пена засохнет Наверное, в следующий раз Приду ее красивенько Ножечком обрежу И еще, наверное Какой-то такой Деревянный короб сделаю И этим коробом Обойду Чтоб оно красивее было Что здесь делать Я не знаю Может, какие-то подступени Надо будет сделать Чтоб скрыть эту пену Ну, пена, она как бы Будет просто изолировать Лестницу Ну, а подступени Просто придадут виду Все, ребята В связи с тем Что операция дрова Отменилась Сейчас Сядем Такой минутный перепур Себе сделаем Смотрите, что произошло С топором Короче Такая вот трещина Раскололся Я даже честно не представляю Как такой толстый металл Мог расколоться Но я вижу, там коррозия есть Видимо, там трещинка Уже давно была И просто надо было дать Более-менее Такую нормальную нагрузку На него И капец С ним случился В общем Уже какую-то Четвертую или пятую серию Подряд у меня Операция дрова Отменяется Оля немножко Позаметала Сейчас тут еще Остатки опилок Сейчас оно там Прогодит Чуть-чуть Мы еще подкинем В принципе, удобно Знаете, так вот Позаметал-позаметал Хопа Весь деревянный мусор Можно сжечь Где-то совок Сюда еще что-то Был где-то совок Короче Я не помню, где он Где-то, наверное, под снегом На улице валяется Я когда печку строил То я принес сюда Такой металлический совок И такую, это Кочерыжку, короче Котюба Называется Котюба По-угрински Котюба я слышал В детсере бабушка называла Короче, котюбой Вот там такие Брешут туда Попел такой Уже ровно Достоешь И, короче, выкидаешь Уже не мешало, кстати, опять Почистить печку Потому что сегодня Распаливал Уже видел, что Там уже, ну, как бы Залее вот это И некуда деваться Многие, кстати, ребята Писали, что Типа, приведи сюда Жену и ребенка В общем, жену, как видите Привел Ребенка побоялся Сюда везти Потому что Здесь вообще не ловит Сотовая связь То есть Вообще-вообще, типа То есть не то, что там Интернета нету Даже позвонить Нельзя И Здесь, ну, как бы Очень опасная дорога Мы приехали на машине Потому что Все болото, которое есть По дороге Оно замерзло Но там торчат Такие вот эти Колда Не будем материться, скажем Ну, короче От колеи Такие следы Короче, ну, может случиться В дороге что угодно Сломается машина Мы даже просто На помощь никого Не сможем позвать Я, как бы Если сам буду Или с кем-то с друзей Я могу там бросить машину Или кого-то в машине Оставить Пойти где-то там В ближайшие села Искать трактор Уже такая ситуация у меня была Я поддон один раз Ехал сюда пробил А вот, ну, что Я жену, типа, с ребенком Оставлю в машине Или тоже пойду Полями, короче С ребенком Маленькими, с женой Искать трактор Поэтому вот Решил с женой А ребенок сидит, короче С бабушкой Завтра приедем, короче К нему Он, наверное, уже соскучится за нами Мы его давно уже так Надолго не бросали Когда он вообще Ни маму, ни папу не видел Один раз только, да, было? В Чернобыль В Чернобыль В Чернобыль на 4 или 5 4 или 5 дней 4 или 5, наверное Да, короче, вот Как-то так Поэтому ребенок Сюда Может попадет Если По весне Куда-то денется это болото Хотя, в принципе Прошлую осень Конец лета еще захватил Были такие, ну Засушливые периоды Но все равно было болото Сюда на машине Нельзя было проехать Поэтому я сомневаюсь Что Артем сюда попадет Ближайший Потому что он сидеть не будет на месте Он не захочет Я к тому, что опасно ехать Что мы можем застрять просто И, ну С маленьким ребенком Как бы такое себе В принципе, ну В землянке можно ночевать Здесь ничего такого не мало Здесь уже прогрели Реально тепло стало А вот ехать с ним сюда Не знаю Да, ну просто с ним на самом деле опасно Он может в печку колеть Все захочет потрогать Ну, видишь, ты про одно волнуешься Я помню больше про другое Что в дороге что-то случится может Так, ну что, Малая Пойдем в баню Да что, где-то холодно Тут так хорошо возле печки Я уже пригрелась Так в банке тоже должно быть тепло Ты ее еще пока раскочегаришь Сколько времени нет Я не знаю Ну, прогреть полчасика надо хороших Не, я купальник, конечно, с собой взяла Думала, даже снег можно прогреть Но на самом деле холодно Я там пока готовила уже Так что, не будем в баню идти? Ну, в другой раз По весне По весне А ты хочешь? Операция баня уже тоже Третий или какой раз переросится Так они что-то морозились Я, короче, решил, что я сам пойду Вот Как сейчас, в принципе, получается Я хочу уже испытать, ребята, баню Но как-то самому Ну, скучно, что ли, там будет Ладно Точно не пойдешь? Нет Точно? Ну, ладно Ну, короче, все, ребят Будем сегодня без бани В принципе, что, покушали Сейчас как-то лень напала Что-то уже ничего делать не хочется Сидим тут возле печки Болтаем Вот Решили камеру включить Немножко с вами поболтать Вообще классно тут Что-то далеко от чего-то находится Было бы под домом где-то Можно бы сюда Кажется Да, еще знаешь Чтобы была хорошая погода Мне кажется Не хватает беседки Столика Типа лавочки Чтобы можно было вот так Я так сразу вышла Лавочку сейчас сесть Посмотреть Как ты играла Там Пилишь, колешь Ну, ничего Может в будущем Я сделаю беседку На весну, да Пишите, ребята, в комментах Стоит ли тут делать беседку Или не стоит Ну, сейчас, конечно, да От нее толку Не особо много Но по весне Я думаю, что там Было бы здорово Так Ну, что, ребята Такой вот у нас Прошел день Теперь моя жена будет знать Где я пропадаю Месяцами Что я строю И так далее И тому подобное В общем, два яруса Задействовать не будем У меня очень большой И очень теплый спальник И мы, в принципе, в нем Поместимся Здесь вдвоем Да Тем более на первом этаже Все-таки теплее спать Потому что Ну, как ни крути Ты находишься ближе К камину нашему Ой Так Там такое адское пламя Давайте, наверное, бензин Подальше где-то уберем Почти как дома Почти как дома Ну, в принципе, в этом спальнике Очень приятно Он такой флисовый И очень толстый, теплый Короче, что Раздеваемся И ложимся спать Я буду ближе к печке Хорошо Я буду под стеночкой Мы же всю ночь будем пить Ну, сколько сможем Типа Мы сейчас же спать сразу же не будем Будем топить Пока не уснем А там, ну, если ночью еще проснемся То можно подкинуть пару бревнышек Главное место Не свалиться туда Я думаю, это Ну, видишь, я в этом плане не свалюсь Потому что я под стеночкой буду Осталось только застегнуть спальник И можно дрыхнуть Все, ребята Вот такой вот Получился у нас вложик Кому он понравился Ставьте лайк У тебя попа холодная, кстати Кому понравился влог Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Ждите новые серии Ну, а с вами был Сергей Трейсер Всем, ребята, до новых встреч Всем пока Скажи, всем пока Всем пока Спокойной ночи Спокойной ночи Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok